Всем привет! Это Хедлайнер. Обзор самых важных событий из мира культуры, искусства, шоу-бизнеса и не только. Сегодня вы узнаете. Певец Кадырали Булманов хочет стать ученым. Группа Бурита открыла страшную тайну в эксклюзивном интервью Хедлайнер. В интернете появились фотографии Регины Вандышевой для Мисс Мира. Певец Кадырали Булманов намерен получить докторскую степень. Его научные статьи уже опубликованы в российских тематических журналах. И это еще не все. Сейчас вы узнаете, почему артист усиленно работает над новым источником напряжения. И что это означает. Женя Шеребжанова продолжит. Кадырали Булманов не только певец, но и бизнесмен. Его поющие, говорящие куклы известны всему Казахстану. Теперь исполнитель намерен выпускать еще и батарейки. И начали к нам поступать жалобы о том, что игрушка перестала играть. И мы говорим, привозите в сервис-центр. К нам привозили и оставалось только батарейки менять. И она обратно работала. Потом я понял, что это будет плохой имидж для моих игрушек. Плохие батарейки. Слабые батарейки. Игрушки, поющие на казахском языке и проект Улутау ранее доказали, что Кадырали умеет совмещать этнокультуру и бизнес. Теперь к этому списку добавилась и наука. Кадырали намерен получить докторскую степень в сфере этнопедагогики. Здесь не только интерес, здесь важность. Важность воспитания, развития поколения. Важность развития нашей культуры, важность развития нашего языка. Его как бы ты ни делал, пока ты его не начнешь это внедрять с утроба и в наших садиках, то это бесполезно. Семья Балмановых занимается и музыкальным образованием подрастающего поколения. Теперь школа-студия Каракат будет не только в Астане, но и в Алматы. Мы убеждены, что сцена лучше любого педагога, полирует талант творческого ребенка. В этом особенность наших школ. Что придумает предприимчивый певец в следующий раз, остается только догадываться. Женя Шеребжанова, хедлайнер. Группа Аюми сняла зажигательный клип. В новой песне девушки призывают всех без остановки танцевать. На съемочной площадке мы встретили еще одну казахстанскую звезду. Он так переживал за певиц, что не отходил от красоток ни на шаг. Аюми готовит для своих поклонников танцевальный сюрприз. Название новой композиции «Тох тамай биле» говорит само за себя. Стоять и вправду не хочется. Легкая, веселая песня с первых нот заряжает позитивом. Композитором и автором песни является солист группы «Ринго» Батыр Байназаров. Видно, что певец переживает за коллег по цеху. Он следил не только за процессом съемки, но и за внешним видом участниц. Сейчас я оправданно, то есть могу точно сказать, что такого еще не было. Не будет каких-то суперспецэффектов, дело не в этом, но все будет стильно. Это выражение свободы, выражение человека, своих чувств именно в танце. Каким получится стильный клип, оценим уже совсем скоро. На днях российская группа «Бурита» выступила в городе Актау. Наши журналисты побывали на концерте музыкантов и узнали самые пикантные подробности из их жизни. Уже через несколько секунд эксклюзивное интервью с популярными артистами. Группа «Бурита» знакома слушателям благодаря полюбившимся песням «Мама» и «Ты знаешь». Конечно же, эти хиты музыканты исполнили в одном из заведений Актау. В каждый свой концерт ребята вкладывают душу и сердце. И это выступление не стало исключением. Артистов несколько раз просили исполнить любимую композицию на бис. Я наблюдаю над облаками душные сумерки. Что будет дальше, точно не знаю. Я вспоминаю, что я иду. Оказалось, что недавно одним из продюсеров группы стала Лиана Меладзе, младшая сестра знаменитых братьев. А скоро музыканты презентуют новую песню. Сегодня будет достаточно жестко и конечо. Друзья, давайте к нам. Итак, с вами группа «Бурита». Спасибо, что мы с вами сегодня. Совсем скоро, в течение недели, выйдет трек, дуэтный трек с диджеем Грубом. Песня, которую мы написали к фильму «Главный герой». Мало кто знает, что название группы «Бурита» никак не связано с мексиканским блюдом. Сейчас вы узнаете, что на самом деле оно означает. Это три иероглифа «Бу», «Ри» и «То». «Бу» – воин, «Ри» – истина, «То» – это меч. Для тех, кто знает нас по радио и так далее, достаточно, что они думают, что «Бурита» – это еда. И слава богу. Кстати, Гарик является солистом не только группы «Бурита», но и известный всем «Бандерас». Певец так разоткровенничался с нами, что даже рассказал о своей любимой жене. Пруга мою, да, поет. Я для нее пишу песни. Мы делаем ее проект «Устинова». Там три человека. Это я, как автор музыки и текстов. Соавтор, получается. Оксана, как исполнитель. И диджей Чинг-Конг, как саунд-продюсер. В целом, выступление российской группы понравилось всем без исключения. А ребята отметили, что город Актау им запомнится красивыми девушками и Каспийским морем. Мадина Баймагамбаева, а Гирим Кадырбаева – хедлайнер. Смесь Виктории Бонни и Анджелины Джоли. Красавица Регина Вандышева представит Казахстан на международном конкурсе «Мисс Мира-2015». И уже появились официальные фотографии обладательницы титула «Мисс Казахстан-2014». Снимки, сделанные фотографом Моретой Келлиговой, появятся на официальном сайте конкурса «Мисс Мира». Финал известного проекта пройдет 19 декабря в Китае. Поэтому модель сейчас усиленно занимается подготовкой к нему. Кстати, Регина не сможет вручить корону «Мисс Казахстан-2015». Ведь конкурс запланирован на 10 декабря, и в это время девушка будет находиться в Поднебесной. По словам организаторов, это сделает олимпийский чемпион Александр Винокуров. Как-то несравненная Коко Шанель сказала, что мода – это то, что выходит из моды. Дизайнеры всего мира с успехом интерпретируют былые тренды в современные образы. Поэтому в гардеробах многих девушек есть водолазки из 80-х и кокетливые луки из 70-х. Что еще нынче актуально, какие фактуры, цвета и аксессуары – узнаете через несколько секунд. В нынешнем сезоне можно четко проследить триумфальное возвращение 70-х. В последние годы элементы данной эпохи неустанно присутствуют в коллекциях модельеров. По-новому прочитанные образы актуальны как никогда. Милые комбинезоны, полосатые штаны и не только. Самым главным атрибутом, я считаю, что в этом сезоне является водолазка. Я думаю, что у каждого модника, в каждом гардеробе должна присутствовать обычная черная водолазка. Не стоит забывать и о цветовой палитре. Помимо ярких красок, моду возвращаются все оттенки розового. Я считаю, что все-таки осень и зима должны быть яркими. Не черными, не коричневыми. Но все же я бы рекомендовала все это разбавлять какими-то яркими элементами, вещами, сумками, шарфами, платками. С подмозков подиумов не сходят деним и кожа. Также к популярным тканям можно добавить бархат и твид. В вашем образе появится изюминка, если это будет тотал лук из одного материала. Я думаю, что, во-первых, это кожа в любых ее проявлениях, начиная от мяты, перфорированной. Самое главное, чтобы это было интересное лекало, интересное такой крой. Все-таки, наверное, главный тренд осени и зимы – это все-таки джинса. И в заключении предлагаю вам пять масхевов сезона «Осень-зима». Обязательно в шкатулке должны появиться массивные ожерелья. Это может быть готический чокер или гигантское колье. Сумки через плечо и на поясе отлично подойдут активным барышням, которые ценят функциональность. Широкие ремни – их можно использовать не только с платьем, но и со спортивными костюмами и жилетами. Девушки, имейте в виду, парка или пальто с меховым воротником и манжетами сейчас особенно актуальны. А еще в этом сезоне необычайно любим цвет Марсала. Одним словом, нынешний год представил самые разнообразные вариации луков. А что выбрать для своего гардероба – решать уже вам. Нелли Ерголиева, Тимур Башаев, хедлайнер. Елизавета II теперь может по-королевски передвигаться и по улицам провинции Ганьсу. Сейчас объясню почему. Дело в том, что житель Китая построил копию золотой кареты монаршей особой Великобритании. Мужчина превратил обычную конную повозку в шикарную карету. Для этого ему понадобилось 14 тысяч долларов. Конечно, китайская реплика получилась не такой совершенной, как оригинал. Благодаря необычной идее мастер сейчас зарабатывает неплохие деньги. Он катает людей на мероприятиях за 200 долларов. Вот что значит предприимчивость. Хотите заглянуть в будущее? Тогда вам будет интересно услышать прогноз одного из зарубежных спортивно-аналитических порталов. Ресурс составил виртуальный медальный зачет предстоящей летней Олимпиады, который пройдет в Рио-де-Жанейро. До летних Олимпийских игр остается не так много времени. И сегодня уже известно, что 205 стран заявили о своем участии. 825 медалей будут разыграны среди 10,5 тысяч участников в 28 состязаниях. Казахстанским спортсменам зарубежные аналитики пророчат 15-е общекомандное место. Также они подсчитали, что наша сборная завоюет 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей. А вот гордость нашей страны, двукратный олимпийский чемпион Илья Ирин, по словам экспертов, возьмет лишь серебро. Однако у нас на этот счет свое мнение. Мы верим в очередное золото прославленного атлета. Ведь у него, как и у других наших спортсменов, большая воля к победе, а это важнее аналитических данных. Международная социальная кампания в поддержку ответственного движения на дорогах успешно завершилась. Напомним, в эстафете могли принять участие все желающие. Суть флешмоба была проста. Нужно было выложить в интернет видео, в котором требовалось прорычать, как гоночный болид. В Казахстане организаторам удалось собрать 10 тысяч роликов. Нужно отметить, что многие знаменитости поддержали эту социальную кампанию. Приветствую, я Ирина Понарошку. Это Антон Белеев. Я Бен Коллинз. Чаще, ты Мартин Кашмарский. Меня зовут Адам. И я хочу, чтобы мы были более ответственны на дорогах. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Я за безопасное и ответственное вождение. Я хочу, чтобы мы были более ответственны на дорогах. Эй, парни, дайте этот рел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И подпишитесь на аккаунт «Собачка Хитивик КЗ» и «Энерджи ФМ Кизы». Кто наберет наибольшее количество лайков, выиграет заветные билеты. Лимбискит ждет тебя. Победители будут объявлены на Волнинство 2.2. Включайся. А на этом у нас все. Следите за новыми выпусками программы «Хедлайнер». С вами была Динара Исмаилова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!